Приветствую вас, мои дорогие, хорошие друзья, на своем канале Просто Лина. И сегодня я хочу показать вам свою долгожданную апрельскую новиночку. Абсолютно неприхотливейшее растение, но тем не менее оно очень красивое, экзотическое и уже, я считаю, достаточно полюбившееся среди многих цветоводок. Вот, наконец-то, и в моем доме появится вот такая вот красота. Я хочу обязательно вас с этим растением познакомить и показать, какой же кустик приехал ко мне. Я еще не пересаживала это растение в постоянный горшок, так как вот буквально в следующем месяце у меня будет глобальная пересадка всех растений в одинаковые горшочки. Поэтому пока показываю растение, так как оно ко мне приехало. Ну что, показывай. Так, вот такая вот красоточка ко мне приехала. Это растение называется Аллакасия Амазонская Поли. Для тех, кто не знает, называю название, так многие растения для нас новые. Я тоже не знала об этом растении. Теперь вот узнала, полюбила и, собственно, приобрела его и в свой дом. Посмотрите, какие замечательные листики у растения. Они прям так красиво очень отблескивают на солнце. Посмотрите только, да? Кустик достаточно большой. Много листиков у него. Сейчас посчитаем, сколько. Упакованное растение было очень хорошо. Тем не менее, оно получило, к сожалению, дефект. Вот такой вот при пересылке показываю вам. Как видите, листик прогнил. Упаковка для пересылки была очень хорошая. Но когда я открыла, я увидела, что все листья мокрые. Растение дышало. Соответственно, там было влажно, достаточно тепло. Образовался конденсат. И листики прям были достаточно много в такой плесени мокрой. И вот, вот самый большой листик. Он так сильно достаточно пострадал. Потерял немножко свой эстетический вид. Красоту. Ну, я сразу его поставила в хорошо проветриваемое место. Доставила его с коробки. Поставила на подоконничек, где не яркое прям освещение, но достаточно светло в комнате. Листики начали разравниваться. Также хочу показать вам. Вот еще листик раскрывается новенький. Еще не до конца даже развернулась трубочка этого растения. Вот такая вот красота. Что я могу сказать по поводу ухода за этим растением? Как я везде почитала в источниках, растения достаточно неприхотливые. Очень любит повышенную влажность воздуха. Вообще, сколько я ознакомилась с информацией. Уход и требования к этому растению, авоказии, амазонской поле. Очень похож на уход за моими любимыми каватейками. То есть тоже нужно обильно достаточно поливать летом через день. А зимой один раз в неделю достаточно. Любит повышенную влажность это растение. Достаточно компактный кустик вырастает. Что очень важно для авоказии, потому что видов много. Я как посмотрела, вообще объявление. Боже мой, вот этот вельвет, например, сорта. Когда увидела его, я просто влюбилась и потеряла до речи. Конечно же, мне очень хочется теперь себе его иметь. Пока что у меня моя мини-оранжерея постоянно пополняется растюшками. Я стараюсь постоянно приобретать что-то новое, меняться теми растениями, которые у меня в излишке. Все-таки собираю я растения не так давно. К растениям у меня проявлялось с самого детства. Но периодически, когда я собирала цветы и потом переезжала, конечно, мне с ними приходилось расставаться по стечению таких вот жизненных обстоятельств. Сейчас я все-таки решилась снова попробовать насобирать свою коллекцию любимых растений. И вот сейчас вот еще года нет, как я собираю свои растюхи. У меня на канале есть уже видео-обзор, какие растения у меня уже есть. Оставлю для вас ссылочку вверху ролика. Если вы еще не видели это видео, посмотрите. Там, собственно, результаты. Моей цветомании за год. Поэтому аллоказия растения неприхотливая, очень красивая. Я думаю, скорее всего, мы с ней подружимся. Я сейчас жду, пока листики полностью возобновят свою форму. Так как видите, кустик достаточно неравномерно такой приплюснутый достаточно. Пересылки, он немножко потерял форму. Плюс 6 дней без света. Сейчас листики первые 2 дня. Вижу, крутятся еще туда-сюда. Пытаются настроиться к солнышку. Очень красивые листья. Такие ярко выделенные прожилки. Такого кремового цвета. Листья кожистые, плотные. Вот такая вот форма интересная, заостренная. Я когда увидела, влюбилась. Вот этот вот дефект листа от пересылки, конечно, сильно бросается в глаза. Поэтому я думаю, что я возьму стерильное лезвие и аккуратненько вот так вот по жилочке этот листик обрежу. Такую ему форму придам, максимально похожую на его листья. Конечно, так уже совсем-совсем не получится. Но все-таки, конечно, в таком состоянии растение ставить я тоже не могу. Сильно оно бросается в глаза. И вообще печально мне тогда становится от этого, что не уберегла. Поэтому форму придам красивенькую. Пересажу в следующем месяце уже в постоянный горшочек. Сейчас покажу вам корешки. С корешками все хорошо. Проверяю всегда растения после того, как получаю их. Кстати, забыла сказать, что это растения не домашние. Так как предыдущие растения, которые я получала, последние, они были домашние. Это не домашние растения. Это привезенные с Каландии, выращенные садовником. Поэтому у этого растения впереди еще не только роз, но еще и адаптации. Вот этот вот листик. До чего красота. Теперь авоказия Амазонское поле. Замет у меня почетное место. Мои мини-оранжереи. Рядом и с моими любимицами. Калатей и Сильвией. С романточкой триколор. Монстерой. Которой я не могу нарадоваться. Еще моя любимица. Триколор Маранта. Она так активно растет. Вот просто вот трубочки распускаются одна за одной. И вот в этом вот дружнейшем коллективчике теперь у меня будет и авоказия поле. С романточкой триколор, кстати, вот наконец-то распустила последний листик новеньких трубочку, которую она разворачивала. Вот уже совсем-совсем крошечку ей осталось распустить. С этой трубочкой маленькой я покупала. Еще в зачаточке была трубочка. И вот уже у меня дома распустил здоровенький свой листик распустил. Кстати, хотела рассказать вам интересные факты об авоказии амазонской поле. Многие, судя из названия амазонское поле авоказия, уже какие-то умозаключения делают. Вот, например, что растение растет возле реки Амазонки, потому что она амазонская. Но нет, растение в Центральной Америке проживает и в многих других местах, но совсем не возле реки Амазонки. А также поле названа авоказия не в честь какой-то барышни, девушки. Это гибрид. Гибрид авоказии Сандеры. И, соответственно, он получился путем скрещивания генов. Вот из этого вот факта ее начали прозывать авоказии поли, сокращенно от слова полиплоид. Что связано с генами, а не как в честь какой-то девушки. Ну что ж, друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Будьте счастливы и здоровы, пусть у вас все растет. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если вам понравился этот видеоролик. И обязательно пишите комментарии внизу этого ролика, если такое растение у вас, были ли вы с ним знакомы заранее, и вообще, как оно вам признавайтесь. Спасибо, пока-пока. Пока.